Добрый день, друзья! Здравствуйте, всех приветствовать! Давайте поговорим сегодня, 23 апреля, 7 часов 12 минут утра в городе Чикаго. Мы продолжим программу. Но эта программа будет касаться денег, инвестиций, биржи и крипто. Еще раз хочу напомнить о том, что мы находимся в очень странном периоде, которого не было вообще никогда и которого не будет. Когда он закончится, это будет все. Прошло. Вот оно было и прошло. Этот период знаменуется изменениями очень серьезными на всех фронтах. В большей части эта программа предназначена для трейдеров, где я буду показывать картинки. Поэтому давайте приступим к показу картинок. Программа не на центральном канале, поскольку она, судя по статистике, не привлекает внимания. Ну, значит, кому надо, тот найдет. Кому не надо, тот не найдет. Кому не надо. Это удивительно в очередной раз. Я потом покажу, почему это удивительно. Но пока что, вот, давайте будем смотреть на экран. Так, во всяком случае, есть люди, которым это будет интересно, и они как-то получат бенефики. В общем, надо сказать, хотя эта программа не обучающая, она информационная, но для тех людей, которые, которые изучают, изучают сейчас, и будут изучать, она познавательная. И очень важна. Итак, давайте я начну с... Я показываю другой монитор. Я начну с золота, да, gold future. Ну, давным-давно, давным-давно, в мае месяце 2020 года я сказал о том, что при превышении этого уровня один раз, второй раз, третий раз, четвертый раз, и вот здесь мне уже сказал, что мы пойдем ее очень высоко. Более того, представляете, да, что в 2020 году, да, я прогнозировал уровень 2380. Когда мы полетели вот здесь, было вообще 1600, да, было, да, упали очень и очень низко. Хотя эта же линия была, ну, примерно была чуть ниже, да, то есть мы вообще упали. Я помню, я говорил, что мы придем к этому уровню. Но сейчас не в этом дело, а дело в том, что мы пришли 2380, и это еще не все. Как только мы его привнесли, а мы его привнесли, я, конечно, жду падения, довольно серьезного падения, но вот в эту зону точно 2240, причем 2370. То есть опасно делать шорты, но, в принципе, мы должны сюда прийти. Мы должны сюда прийти, и рано или поздно мы сюда придем. Я думаю, что придем еще и ниже. Вот. Но потенциал только вверх. И потенциал может быть в порядке, ну, сколько? Ну, наверное, еще где-то вот здесь. 2500, короче говоря. Мы были 2400. Ну, дело в том, что это очень дорогой инструмент, на самом деле. Это недельный график, кстати. Поэтому здесь промежуток очень серьезный. Но инструмент дорогой, и это фьючерсы, это фьючерсы. И этот фьючерс, один доллар, один доллар, это сколько? Это 100. 10 долларов, это 1000. 100 долларов, падение или подъем, это 10 тысяч в деньгах. Вот. Так, значит, здесь понятно. Давайте посмотрим серебро. Серебро. Вот у меня был таблик. И мы 2980, и мы пришли ровно к этому таблику. Видите? Удивительно. И пошли вниз. Я думаю, что мы придем на этот уровень, поскольку здесь был предыдущий уровень. Хотя вот сейчас мы уже сюда приседу. То есть это было прогнозировано. Ну, в принципе, и есть. Я убираю здесь расчеты. Они никому не нужны. Они непонятны. Тем более, что, собственно, и сама система эта мало кому не привлекают. Хотя я потом покажу о том, сколько человек смотрит, тем не менее, мои прогнозы на англоязычной пространстве. Что меня, конечно, очень даже удивляет. Так, давайте посмотрим дальше. Рубль. Значит, доллар против рубля. Ну, много раз говорилось. Я это уже недавно показывал. Здесь я показал сценарий. В принципе, мы пока идем по сценариям. И самое главное, что мы не должны опуститься, я имею в виду, в долларах рубля, не должны опуститься ниже 85 рублей за 1 доллар. А вот это линия протекновения, или это линия резистенции, с которой я рассчитал давних-давно. И мы к ней приходим. Студентам я буду об этом рассказывать. Это очень интересная вещь. Это называется old highs, old lows. И это техника, которую мало кто рассказывает. Ну, так как, допустим... То есть, ну, знают об этом, конечно, да, но не рассказывают в плане, как я это соединяю. Вот. И поэтому мы сейчас видим, да, через много-много-много дней, месяцев, или даже нескольких лет, мы видим опять этот уровень. 94.40. Я говорил, мы должны зафиксироваться выше 96.60. 94.60. То есть, доллар к рублю должен быть выше 96.60. Сколько сказать, что мы придем в начале. 97.30. Вот это один уровень. А потом нижняя граница 102.50, а верхняя граница 106. Вот. То есть, это вполне вероятно. То, что мы сюда должны отлететь рано или поздно, почти, я не сомневаюсь, до 99. То есть, один доллар – 99 центов. Поэтому, на мой взгляд, на мой взгляд, есть смысл, если кто-то этим не занимается, не трейдер, к примеру, да, то есть смысл здесь менять, допустим, да, запасаться. Еще пока не будет, скажем, крэш, на мой взгляд, да, я имею в виду, гораздо более востребован доллар, чем рубль на этот момент. Пока он не станет цифровым, да, это еще не будет скоро. Так, дальше. Давайте мы посмотрим вот сюда. Тут написано «Real Estate Select Sector Spider Fund». То есть, это «Real Estate». Да, значит, смотрите, интересно, да, вот скачет вверх и резко вниз. Такого падения, резкого падения вообще не было никогда. На протяжении многих, пару десятков лет точно не было. Да, а вот теперь детали. Значит, вот эти детали мне говорят, значит, смотрите, да, падение индекса «Real Estate», ну, я бы сказал, что это мирового индекса, не обязательно американского. Декабрь, декабрь, конец декабря 2021 года, то есть прямо 30-31 декабря, и с этого момента началось падение. По ступенькам. Каждая ступенька ниже. Вот здесь была чуть выше, последние ступеньки, но все равно значительно ниже, чем предыдущая, да. И вот сейчас, если мы опустимся ниже этого, то я сто процентов прогнозирую, что мы придем сюда. А это довольно много. Это падение 50% существующего. То есть имеется в виду, что «Real Estate» вообще совершенно не на коне, а он никому не нужен. «Real Estate», ну, кроме того, как жил. Но не для инвестирования. Вот здесь я уже показал. То есть никаких таких изменений нет. Да. Это я вам прикажу, наверное. Вот. Что у нас здесь? «Emini Crude Oil». Значит, ну, вот здесь я показал все варианты. Сегодня я это сделал. я показал все варианты. То есть мы находимся на суппорте. Но здесь дневной график. Поэтому есть много вариантов для студентов своих, которые сегодня несколько человек есть. Я им буду в деталях это показывать. А это дневной график. Просто, короче говоря, конкретные какие-то статистические информационные данные. не более. То есть это не руководство по трейдингу. Но для тех людей, которые занимаются, естественно, это будет руководством. Поэтому я не показываю, как я вычитывал эти номера. Ну и вот 87-50 почти, как мы видим, мы дошли. Не совсем, но почти. Но на мой взгляд, на мой взгляд, да, вот этот вот уровень, вот этот уровень, давайте, давайте я сейчас вместе с вами построю. Это не секрет. Скажем, я сделаю такую операцию. Ну и что я могу сказать в соответствии с этой операцией? вот сюда. 94-60. Почему? Потому что на дневном графике мы этот вариант пробили. То есть мы должны упасть ниже этого уровня. Это мало вероятно, что мы упадем ниже этого уровня. О том, что мы придем к этому уровню, очень вероятно. Но еще раз повторяю, это это скажем так. Давайте я поднимаю здесь. Вот она, да? Вот. То есть вот эта линия будет нашим таргетом. эти промежуточные таргеты, цели, но это для посвященных, короче говоря, для тех, кому это интересно, кто хочет получать, зарабатывать деньги. Это дело такое. Здесь много вариантов. И та система, которую я преподаю, я смею вас уверить, ее вообще нигде нет. Поскольку тот человек, у которого я учился, не делает. Он не обучает. Другой человек, совместно с которым тоже было, австралийский трейдер, передо всему его уже в жировых нет. Поэтому на самом деле, по-моему, только я это все делаю. Именно в том объеме, как это надо для того, чтобы получать. Поэтому лично мне говорят, это просто невероятно, как это так, с такой, ну, как в аптеке, короче говоря. Так, ну, вдаваться в детали я не буду, времени немного. так, давайте мы посмотрим следующий вариант. Следующий вариант посмотрим евро. Евро. Значит, вот евро у нас, это дневной градус. Евро, это фьючерс. То есть, я не трейдер, точнее, я трейдерю, форекс, да, но он менее, форекс, скажем так, для меня, профит, потому что я трейдерю фьючерс. Фьючерс, это тот же самый форекс, это какие-то, скажем, варианты для левердж, короче говоря, значительно выше. Это, это гораздо более интереснее, чем просто банально форекс. Ну, я даю эти знания, то есть, я предполагаю, что пока мы не пробили этот уровень, мы не летим вниз. А только мы пробим, мы полетим вниз очень серьезно. То есть, здесь у нас сколько? 1,054, а здесь у нас сейчас 1,07. 160 пипс. Ну, это много, вообще-то говоря, или 1600. Очень много. Вот, поэтому сказать о том, что мы точно идем вверх, я не могу, но я полагаю так, что вот смотрите, я сейчас покажу, опять же, тут есть интересный момент. Вот видите, здесь был сеппорт у нас, правильно? Вот прямо сюда мы пришли. То есть, если мы пробьем эту зону, мы, естественно, пойдем выше. Но еще раз, это детали, да? Это детали, которые для трейдеров я объяснил. Так, золото мы разобрали, с серебром мы разобрались, с рублем мы разобрались, с реал-эстейтом мы разобрались, с ойл мы разобрались. и давайте теперь перейдем, перейдем, так, вот доллар. Доллар вот на какой ситуации находится. Точно так же, как евро было внизу, да, на суппорте, то доллар у нас находится на резистансе. резистанс это вот здесь это линия, то есть индекс доллара на 106,2 и мы сейчас пока летим вниз. Это один час, то есть это реальное время, один час. То есть сейчас, потому что мы идем вниз, естественно, евро идет вверх. Вот, поэтому евро надо покупать, чтобы, в общем-то, я идем. Дальше. Дальше. Ну, давайте перейдем, наверное, это многих интересует, что-либо всему, к, ну, давайте начнем с Итера. Итер или Этериум. Этериум, четырехчасовой график или эфиром его называют. Вот все уровни, да, и мы дошли до этого уровня, это большая зона резистанс. Мы должны ее продлить, после этого мы идем сюда. сюда, 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 сюда и так далее. Ну, так сказать, не сразу, но вот таким образом. Пока я полагаю так, что падение, скорее всего, может быть сюда. Я не вижу пока роста, я вижу пока падение. Ну, нету показателей, короче говоря. Как только не появится, будут сигналы в группе, в которой они есть. Вот я здесь дал, да. А дальше давайте посмотрим биткоин. Биткоин. Ну, биткоин здесь, милой график, здесь мало чего понятно. А вот здесь это общий график, когда-то я делал, общий потенциал 75500, да, куда мы должны прийти, да. но я не уверен на том, что мы идем вверх. Почему? Потому что лично мне график показывает, что мы идем пока вниз. И вот эта вот нижняя точка по отношению к этой точке мне показывает до того момента, пока мы не пробьем эту линию, мы очень серьезно должны идти вниз. И полагаю так, что, ну, как минимум 55500. Ну, у меня там был график, я пока учился. Так, это здесь, да, а вот давайте посмотрим вот биткоин, да. Ну, биткоин один час просто сегодня биткоин для того, чтобы просто следить в делах. То есть не идет он вверх до того, как он достиг той точки, которую я показал. Смотрите. То есть это я давно сделал расчеты на основании падения. Я сделал расчеты о том, что мы должны прийти к этой точке. Ну, сюда пришли, Потом мы пришли к этой точке, И сейчас мы находимся здесь. Вот. То есть вот мы точно пришли в эту зону, да, которую я прогнозировал довольно давно. И теперь мы находимся здесь. только при пробитии, только при пробитии вот этой вот зоны мы можем говорить, что у нас будет 68 300, 68 600. Я это показал вот здесь. Да? Здесь написано биткоин достиг цели 67 000. И теперь мы находимся в полбеке. но если мы пробьем вот этот уровень, то наша цель будет 68 300, 68 300, 68 600. Только в случае, если мы пробьем 67 000. Так? Это вот это вот, что я показал. дальше я хочу еще показать наветку BNB. Почему я показываю? Потому что каждый топ находится ниже предыдущего. поэтому здесь трендлайн прямо поверку проведена. И для того, чтобы BNB пошел вверх, да? Для того, чтобы пошел вверх, надо пробить вот эту зону, вот эту вот линию. Трендлайн называется. Это мы проходим в курсе, это мы изучаем. Трендлайны. Ну и здесь понятно, да? Еще одна монета, для которой многие смотрят, вот она, Solana. Solana, вопрос времени для Sol. Мы должны прийти, я знаю, кто-то смотрит, я знаю, что у человека есть эта монета, портфолио. Ну вот здесь зона вот такая, 60, 162, 163, 20, 166, 50, 50, да? Вот, и да, мы закрылись выше этого, поэтому вопрос времени, пока мы дойдем до эту зону. То есть мы попадем в эту зону, скорее всего потом будет полкбэк, где-нибудь сюда или сюда, после чего, то есть я хочу увидеть попадание в эту зону, полкбэк сюда, пробитие этой зоны, и тогда мы идем в следующей зоне. То есть ну это шаг за шагом, степ бай степ по мести. То есть тогда следующая зона у нас будет 175, 177, если мы ее пробьем, очень большая зона, уже на 188, 191. Так. Ну дальше тоже, ну дай бог, пока что мы дойдем сюда. Но на мой взгляд мы должны там быть. Вот. Ну вопросов нет, как всегда. Давайте я вам покажу вот это. Значит вот смотрите. 1708 идей, 561 подписчик, да, followers, 561. вот только за сегодняшний день я сделал 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 постов я сегодня сделал. 8 постов. Так. Вопрос во многом заключается в том, что сегодня многие отмечают праздник, поэтому на бирже мало людей сегодня трейдеров праздники я имею ввиду пасху еврейскую, иудейскую, не знаю, очень много трейдеров, которые соблюдают правила, вот, ну свои правила, естественно, религиозные, вот, но вы знаете, 3,5 месяца назад здесь находилось порядка 60-70 человек, поскольку я много лет, хотя я тут находлюсь очень много лет, но я не делал посты, мне это неизвестно, времени снизу, много уходит на это, вот, но вот сегодня я сделал эти посты, короче говоря, за 3,5 месяца 500 человек добавилось, в отличие от 3-х человек, которые сейчас смотрят программу, это просто удивительно, невероятно, для меня это, я не знаю, как это можно объяснить, биткоин это один месяц идет, нет, я не буду комментировать глупые прогнозы, кто это сказал, что это 210 тысяч, откуда вы это взяли, расскажите, на таймфрейме один месяц, я не знаю таких вещей, я, тем более, даже если это так, значит, мы что, инвесторы, если вы инвесторы, ну зачем два раза писать, я уже много раз объяснял это, в группах, значит, если человек инвестор, я вам покажу биткоин, ну давайте здесь посмотрим, вот, здесь мои коды, так сказать, показаны, я вам покажу вариант, другой, ноябрь, 10 ноября 2021, ноябрь, 9-10, код 9-11, прогнозируется, биткоин, на графике, недельном, или каком-то еще, поскольку вот эта отметка выше, чем эта отметка, поэтому я прогнозирую значительно выше, правильно, конечно, здесь 69, а здесь 73, правильно, правильно, прекрасный прогноз, да, а теперь смотрим сюда, прогнозируется на этом времени, что вы будете делать, вот он прогнозируется на 74 тысячи, да, вы сейчас покупаете, правильно, и он летит, куда, в код, видите, тоже 9-10, код 9-11, видите, кто это знает, рассказывается, никто этого не знает, сколько здесь, 15 тысяч, да, ну, вообще-то, по-моему, 14, ну, 15 с половиной, и так, с 60 довести до 15, биткоин потерял 80%, ну, и насколько это практично, ваши, те самые, каких-то, которые прогнозируют на 210 тысяч, ну, а кто вам сказал, что вот это было, а сейчас этого не будет, откуда вы знаете, я не знаю этого, я лично не знаю, и даже и знать не хочу, но существует понятие, стоп, правильно, тем более, и речь идет о том, о том, что никогда не было, если биржи существуют уже столетия, как ни странно, да, то этому всего пару лет, вот, и это можно в любую секунду, полететь по страстному, как вниз, так и вверх, вот и все, поэтому, скажите, кому это все надо, когда, на мой взгляд, никому, да, я еще не показал один, хотел показать, вот, XRP, смотрите, это почему я обучаю, отчет идет от марта 2020 года, то есть 4 года после, 4 года после, значит, я, и это тренвай называется, между двумя точками, святым заявляет, и люди, видите, и опять сверху, видите, и опять сверху, видите, и опять сверху, и опять сверху, ну, хвост не считается, видите, и опять сверху, видите, и опять сверху, ну, как вам это нравится, вы где-нибудь видели вот эти вот вещи, вы их нигде не видели, потому что этого никто не делает, я 30 лет более 30 лет этим вещами занимаюсь более 30 лет и учился я у тех людей которых ну некоторых нет вообще-то говоря а те кто есть они более более не преподают очень опасно им было дано это очень и очень тяжелые строгие правила я попал в этот период когда еще можно было учиться и можно было сейчас этого нет сейчас совсем все по-другому почему а потому что сегодня это не надо никому потому что если люди эти вещи будут знать да но это примерно эти как целители чем этих докторов если можно идти целительных то есть я рассказал я попал в скорую помощь emergency room до конту скорой помощи поехал проверить я пролежал 6 часов в этой комнате не сделали две процедуры никаких обследования то есть привезли два два аппарата сделали обследование и прислали счет на шесть тысяч долларов за шесть часов один час тысяч долларов 6000 ничего не делали только обследование так расскажите так зачем тогда идти когда можно идти за 200 250 почему люди не идут я не знаю почему люди здесь три человека в чате да а там 500 почему никто не ответит на это вопрос а потому что голы которые предсказывают по 200 тысяч не понимая о том что им до лампочки это все раз описано русском языке вы не читаете английский язык на русском языке вы не вы не англоязычная русскоязычный человек а я учился в американцах на английском языке я учился вот там есть понятие понятие репутации вот брокеры они никогда до нуля вас не доведут никогда они дорожат вами нами потому что мы клиенты а китайские там российские просто при всем уважении а я но я же знаю как это работает я могу доказать а им до лампочки из глаз да но и сердце вон пока платишь все вот но репутации просто вот и все репутации боль просто но и и вот это вот менталитет нулевой это удивительно просто когда изменится поэтому мы и видим это все сожалению но тем не менее потенциал есть поэтому я но есть люди которые приходят вот и все поэтому я показываю результат это причем не хотя это надо не мне и поэтому я показал я показал о том что мы придем сюда все же очень просто все элементарно просто удивительно но один раз я покажу ладно один раз вы это увидите второй раз вы не увидите вот смотрите видите 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 все а что будет дальше инвестировать о том что эти серпи будут доллар да а суд на носу уже вот прямо прямо да и кто расскажите это знает как она будет кто-нибудь пользуется этими кодами что-то за день такой когда будет ноль никто не пользуется но это удивительно просто вот так дорогие друзья ну ладно я тут знаете как это называется мне хочется приводить поговорки они такие знаете не очень но стрельба по воробьям такая мягенькая называется да вот если я сейчас буду делать в этой системе которая я показывал на экране только на янках говорящих да если я сейчас это буду делать там будет много людей то есть почему тогда их это интересует этого никто не показывает а нас это не интересует я имею ввиду говорящих на русском языке делить дорогие друзья я благодарю тем не менее всех присутствующих за внимание будьте здоровы пока